Меня зовут Алексей Суходоев, член общего управления SWC. Также сейчас я активно развиваю направление так называемого внутреннего корпоративного университета, помимо всех задач, которые выполняю. И поверьте мне на слово, что на самом деле введение вебинаров – это, наверное, 1% тех задач, которые выполняются. Потому что сейчас достаточно большая работа была проделана по Global Expo Marathon, уже выявлены победители. И мне очень приятно, что многие победители стали именно те, кто воспользовался возможностью использования системы лидогенерации лидокол, которую уже больше года назад мы запустили. И я изначально верил в эту систему. И вообще сейчас, когда мы полностью перестраиваем по взрослому структуру организационную Skyworld Community, я четко понимаю, что это направление должно работать в каждой компании. И вы видите результаты, что, в принципе, победители на Global Expo также по тела. Хочу поздравить Алена Скамеруна. Это замечательные профессионалы своего дела, которые пользуются возможностями, которые дает компания, а именно системой лидогенерации лидокол. Повторюсь, вообще эта система предоставляет от 5 до 10 заинтересованных контактов, которые мы получаем посредством настроенной рекламы в более чем 50 странах. Это нам очень помогло, я могу сказать, после пандемии не упасть в притоки инвестиций. И сейчас она продолжает работать, несмотря на то, что, в принципе, я бы ее остановил до запуска того, что сегодня вам, опять же, рассказывал, расскажу и буду рассказывать о системе обучения и адаптации Skyworld Community. И этот марафон не будет продлеваться. То есть я могу сказать, что не будет никакого продления, насколько мне известно. То есть кто выиграл, тот выиграл. Многие выиграли, в том числе и закрытый ужин с Анатолием Эдуардовичем Юницким. И для ряда наших лидеров это действительно мечта, которая сбудется. То есть для тех, кто только присоединяется к проекту, это может покажется какой-то странной вещью. Но у нас в плане идеологии очень важно пропитаться мышлением, сознанием и вообще представлением о жизни, о бизнесе, то, куда мы идем, лично общаясь с основателем компании, создателем технологии, которую мы с вами финансируем уже больше шести лет. И на самом деле это недолгий период для финансирования столь мощного и глобального стартапа. Также было возобновлено предложение Faces of Future. Это голограммы. И я лично, когда было это предложение, как человек-приверженец технологии будущего, трендов будущего, сразу приобрел этот пакет. И здесь действительно это вклад уже в представление истории из SkyWorld Community и Unisky Stream Technologies, так как эти голограммы будут крутиться сейчас в музее, а потом все эти аппараты можно будет перевести куда угодно, и где позволят именно в цитаделях размещаться в Unisky Stream Technologies, ваша голограмма именно может быть размещена. То есть, опять же, это имеет ценность для тех, кто уже давно и глубоко в проекте. Ну и, естественно, это все сочетается с достаточно привлекательным дисконтом. Но для меня здесь больше имеет ценность сама голограмма, и я мечтаю, чтобы когда-то эта голограмма оказалась на орбите ближнего космоса в одном из космодомов. Это будет очень классно. И самое интересное, что это абсолютно реально, потому что компания к этому идет. Ознакомьтесь, сделайте скриншот с предложениями. То есть, что нужно сделать, чтобы получить голограмму и получить самые лучшие условия, а именно это дисконт 1 к 90. То есть, это суперские условия, на самом деле, по сравнению с тем, что будет в будущем. И я хотел бы вам рассказать также вкратце перед тем, как перейду к основным новостям Unisky Stream Technologies. Они нас очень сильно порадовали за эти две недели. О том, что мы формируем внутри SkyWorld Community высшую лигу. Здесь уже троллинг, знаете, начался такой. Вот я объясню научно-популярно четко, что такое высшая лига. Высшая лига – это те люди, которые делают сверхрезультаты в будущем, и в настоящем они готовы обучаться. То есть, у нас такие примеры были. Это Кристиан, это Патила. Вот сейчас Ален в Камеруне. Вот представьте, один человек в стране может сделать сверхрезультаты, замотивировать других присоединиться именно к его команде, показывая эти сверхрезультаты. И это никакая не сложность. Это никакой не феномен, который невозможно повторить. Это технология, на самом деле, которую может повторить каждый из вас. Вот сейчас вот 53 человека. Представьте, если это будущие Кристины, будущие Патилы, Мазии и все наши другие лидеры. Естественно, все наши нигерицы остальные. То есть, все лидеры с других стран. Я просто называю эти имена, потому что на самом деле мелькали эти имена в различных новостях. И сейчас очень активно у нас, например, развивается Латинская Америка. Открыт, кстати, офис уже в Доминикане. Скоро в ряде латинских стран будут открываться офисы. И выстраивается также система холодных продаж через лидогенерацию. Это дает отличные результаты. Но, чтобы это делать, нужно обладать определенными навыками. И на самом деле, вот в высшей лиге, вот, к примеру, завтра пройдет обучение Натальи Ивановой. Это действительно тот специалист, с которым мне удалось установить контакт и договориться. Наталья обучала и сотрудничала с Мерседес, Марс, Комкредитбанк, дочерние предприятия РЖТ, Дикси. То есть, вот представьте, насколько крупные компании. И сейчас она является ментором платформы обучения и адаптации SkyWorld Community. То есть, вот представьте, насколько мощный профессионал. И, к примеру, завтра она будет преподавать мастер-классы, где можно будет узнать, как ненавязчиво звать клиентов на встречу и работать с ними на продолжительной основе. То есть, сколько нужно сделать касаний до клиента, чтобы он совершил сделку. И на самом деле, этого многим не хватает. Вот поставьте плюсики, кто хотел бы попасть на такие мероприятия, попасть в высшую лигу, расти, развиваться. Причем, это огромное дань уважения нашим русскоговорящим партнерам, потому что вы начали все в 2015 году, и с вас все началось. И поэтому мы в первую очередь запускаем именно на русском языке, не только потому, что мы говорим на русском языке. Вот поставьте, пожалуйста, в YouTube прямо тоже, я посмотрю, комментарии, кто хотел бы действительно посетить это мероприятие. И я вам могу сказать, что на время мы делаем возможность посещения этих мероприятий абсолютно для всех. То есть, этот мастер-класс открыт для всех. Вы можете приглашать даже людей, которые просто из продаж. Можете руководителя даже своего пригласить, потому что на самом деле там достаточно мощная информация, эта технология, которую можно применять вообще в любой области продаж. И пока что временно это будет доступно для всех. То есть, несколько мастер-классов можно будет посетить абсолютно каждому. Я сбрасываю здесь ссылку, и по этой ссылке можно будет зарегистрироваться. Вы увидите, кстати, определенные нюансы, которые сейчас мы внедряем. Это полная автоматизация воронки продаж. Вы увидите чат-бот в Telegram. Это только начало. Вам даже скоро роботы с искусственным интеллектом будут звонить. Не пугайтесь, они будут вас оповещать о мероприятиях. И также мы будем дорабатывать эту систему, чтобы даже роботы с искусственным интеллектом выявляли первые потребности для тех, кто, например, работает по системе лидогенерации. Я рекомендую всем посетить это мероприятие. Приглашать действительно друзей, знакомых, сокурсников, соработников. Повторюсь, даже руководители можете своих приглашать, потому что там действительно ценные знания. Поверьте мне на слово, я знаю, о чем я говорю. Массу обучения уже проходил. И с удовольствием посещаем мастер-классы Натальи Ивановой. И далее через этот мастер-класс вы сможете попасть в высшую лиги Skywalk Community. Вот, кстати, для меня показатель огромный, то, что вот в YouTube я вижу, тролли прямо вот бурлят. И им интересно, что из этого выйдет. Я помню такую активность только когда запускалось блокчейн-направление, первые шаги в 2018 году. Поэтому я могу сказать, мы на верном пути, так как активизировались тролли. И, друзья, тролли также вас приглашают на этот и последующий мастер-классы, потому что с Натальей Ивановой на самом деле все только начнется. Мы уже ведем переговоры с лучшими тренерами, которые готовы упаковывать тему личный бренд. Для чего мы это делаем вообще? Для того, чтобы уже на последующих стадиях развития, когда будут закрыты 15 этапов финансирования, мы с вами во все оружие, как Илья Муромец, действительно смогли бы ринуться в любые поля любых стран и действительно делать сверхрезультатные суперские продажи. Вот через этот мастер-класс можно будет попасть в высшую лигу. Следите за тем, что будет говорить Наталья, и она вам даст информацию. У нас сейчас формируется календарь на самом деле мероприятий на сентябрь, октябрь, ноябрь. Это только те, кто участвует в SkyWalk Community. Но, повторюсь, мастер-классы могут посещать даже те люди, которые еще не зарегистрированы в SkyWalk Community. Знаете, как своего рода тест-драйв. Ну, пусть тогда те люди, которые сомневаются пока, что приобретать доли или не приобретать, заинтересуются вообще знаниями, компетенциями, которые мы даем, ценные. И, возможно, ценность знаний, ценность внутреннего корпоративного университета для них на какой-то момент станет выше. Ну, ничего страшного. Доли же все равно они получат. И, наоборот, те люди, которые приходят сразу за долями, они будут получать лучшие основы компетенции для того, чтобы делать сверхрезультаты, которые уже сделали наши лидеры, о которых я ранее говорил. То есть попасть в чат высшей лиги, с одной стороны, просто, с другой стороны, не особо, потому что, ну, не бойтесь, каждый, кто активный, сможет попасть, достаточно будет написать хранителю чата. Денис – это один из моих помощников. И будет верификация, сразу предупреждаю, то есть мы через базу данных будем смотреть, как вообще вы вели себя на протяжении всего участия в SkyWorld Community. И задача – выявить действительно те алмазы, которые мы через обучение ограним и сделаем действительно бриллианты, которые начнут блистать так же, как доказали результатами лидера, о которых я говорил ранее. Мы ищем по-прежнему международных тренеров платформы обучения и адаптации SkyWorld Community. Критерии вы видите, то есть это идеальное знание продукта SkyWorld Community, навыки публичной речи, хотя бы начальные, будет обучение, но не будет такого, что вот прямо вот с нуля вы не умеете выступать на публику и вы научитесь. Такого не будет, то есть полная бескомпетентность здесь не пройдет, то есть нужно обладать хотя бы первоначальными навыками. Знание только русского языка в этом случае не подходит. Вы можете присоединиться, можете слушать, но вообще мы это запускаем для того, чтобы максимально быстро масштабировать систему адаптации обучения и на другие страны, на языковые группы. То есть нам подойдут такие, как русский-французский языковые группы, русский-португальский, русский-бенгальский, если будет, русский-индонезийский. И нужно желать расти, обучаться, масштабировать платформу обучения, адаптации SkyWorld Community на свою языковую группу. Вы станете в неком плане амбассадором не только платформы, но и SkyWorld Community уже на новые страны и на новые языковые группы. Я вам также сброшу ссылку для заполнения информации тренеров. И если вы вдруг думаете, считаете, что это какая-то активность, которая только развивается, нет. В принципе, у нас уже 42 участника потенциальных на первый поток тренеров. Но, скорее всего, это будет максимум один-два потока, и параллельно, буквально через месяц, мы начнем масштабироваться. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы действительно выращивать суперпрофессионалов продаж продукта SkyWorld Community. Для максимально эффективного, еще более эффективного финансирования компании Unisky Stream Technologies. Это основная цель, и мы ее выполним. Мы четко знаем, как на самом деле увеличить приток инвестиций на сотни процентов. Я не голословно говорю, я редко бросаюсь датами, цифрами, но это действительно вот тот рычаг, который вот так вот переключив, можно сделать очень серьезный скачок в два-три раза в увеличении результатов. Ну, вот это я то, что хотел сказать в самом начале. Я повторюсь, пока что мастер-классы открыты, и давайте вот те, кто сейчас только присоединился, посмотрите, понаблюдайте. Вообще, вот какой информационный фонд сейчас проходит об Unisky Stream Technologies? Для чего мы так активно обучаемся? Для чего создается целый внутренний корпоративный университет, который, кстати, будет выходить в логику внешнего продукта также, но не сразу. Когда будет максимально серьезное наполнение, и мы уже начнем это дублицировать в логике подбора тренеров. Во Вьетнаме будет специалист по продажам, вьетнамский, естественно. У нас будет своя методология, которой нужно будет следовать. Сейчас, кстати, отдел методологии внутри Sky World Community формируется. Ну, представьте, почитайте вообще, что такое отдел методологии. То есть это для того, чтобы делать максимально понятные материалы по пониманию. И презентации, все наши видео будут не просто выпускаться с какой-то абстрактной целью, а для того, чтобы бить прямо в десятку. Для этого мы создаем отдел методологии, для того, чтобы каждый материал, каждое видео, каждый лендинг, который мы выпускаем, закрывали свою цель. Ну, и также каждый внутренний курс корпоративного университета, чтобы максимально мотивировал студента доходить до завершения. А завершение – это высшие статусы Sky World Community. И те, кто будет работать внутри линейного отдела продаж, также это мы будем организовывать, внутри офисного отдела продаж Sky World Community, тоже сможет пройти определенные шаги. Я думаю, что это меньше полумесяца займет для того, чтобы продавать внутри офиса Sky World Community. То есть, помимо многоуровневого маркетинга, мы также будем выстраивать очень мощный отдел продаж. Для чего? Потому что мы рассчитываем, планируем работать десятилетия. The National Reportage в июне 2021 года – это на самом деле уже история такая. И то, что происходило, Хайлиш Таймс, тоже июнь 2021, многочисленные статьи CNN Business июля 2021 года. Далее репортажи в Шарже телевидения Арабские Эмираты. Новости в Индии, 24 Ньюс, Бритиш Колумбия, Канада, Антенна 1, румынское телевидение, новые мировые репортажи ABC Jackson в США. Это уже история, потому что, в принципе, происходит новый инфоповод за новым инфоповодом. Но это не просто инфоповод ради инфоповода, это текущее развитие Unitsky Stream Technologies. И мне, на самом деле, очень радостно видеть, что сейчас развитие очень серьезное. Именно в наборе массы по адресным проектам, формирование и дополнение портфеля адресных проектов, о которых не будет говориться, но, поверьте на слово, что он сейчас пополняется. И также появились совершенно новые репортажи. Помимо блогеров знаменитых, я вам показывал, Рона Коттеча приезжал в Шаржу и снимал репортаж, который набрал много тысяч просмотров. Специздание AutoFutures – это тоже уже история, но посмотрите на этих роботов для перевозки контейнеров. Это действительно вне конкуренции. То есть нет конкуренции просто подобным решениям. И также сейчас начали писать уже об Unitsky Stream Technologies и другие издания. То есть это уже и корейское издание, это уже и израильские статьи. Вот, пожалуйста, Корея. Нужен ли струнный транспорт в Корее? Ну, конечно же, нужен. Он нужен абсолютно везде. И здесь такая вот сноска, что мы будем продвигаться вперед не только в Объединенных Арабских Эмиратах, но и в других регионах Ближнего Востока и Азии. Например, в Индии и Пакистане, где быстро растет население. А если говорить про Азию, то, естественно, это и Корея, в том числе, я имею в виду Южную Корею, и другие все страны Азии и Индонезии, те проекты, которые прорабатывались, все они возобновятся. Потому что нет других решений, которые смогли бы решить задачу, к примеру, связки островов, к примеру, создания кластера умных деревень между островами. То есть, связывать, к примеру, дорогами, мостами, не всегда такой длины удастся построить мост, во-первых. Во-вторых, это очень затратно, очень влияет на экологию. В Индонезии очень именно соблюдают экологические нормы. И также появилась статья в израильском издании «Глобус». И если в корейском издании чуть-чуть были неточности, сравнение с канатной дорогой, ну, на самом деле, это допускается, когда журналисты, не зная о предмете дела, сами пишут о технологии. Потом, естественно, департаменты Unisky Stream Technologies с ними связываются. Скорее всего, как-то разъясняют эти моменты, чтобы впредь не повторялось, и по возможности это исправить. Но если говорить про израильские издания, то здесь уже рассказывали про подвижной состав, который имеет комфорт и удобство перемещения, как в самолете бизнес-класса. И про дизайн рассказали, и про все технические основы и моменты. Но самое главное, сказали, что по словам Хусейна Аль-Махмуди, директора научно-исследовательского технологического парка Шаржи, на территории которого расположен центр UST, инкорпорейтед строительства трассы, 2-4 километра станет весомой составляющей реализации стратегии развития Арабских Эмиратов. Здесь я хотел бы сказать важную вещь. То есть многие спрашивают, почему до сих пор не натянуты струны, и почему не показываются репортажи со стройки. На самом деле сейчас огромная работа была проделана для получения именно результатов сертификации, и об этом мы чуть попозже поговорим. Но самое главное, сейчас вспомним, что в мире также продолжается пандемия. То, что многие поставщики в принципе не выдержали тех свалившихся на голову условий по ограничению логистики, по вынужденным сокращениям именно затрат на производство и так далее. Некоторые поставщики отвалились. Поэтому Unisky Stream Technologies делает все возможное сейчас в рамках существующей действительности для того, чтобы через прошлых поставщиков и подрядчиков и существующих уже новых наработанных, которые выжили во время пандемии, сделать лучший результат качества именно путевой структуры и всех составляющих для того, чтобы они соответствовали тому, что было сертифицировано. Поэтому здесь стоит понимать, что все зависит в том числе от подрядчиков, от поставщиков, и от этого зависит срок строительства трассы в 2400 метров. Но то, что она будет построена, это однозначно. Сейчас конкретные даты по завершению строительства я говорить не буду с этого вебинара, потому что на самом деле зависит все не только от Unisky Stream Technologies. Ничего не затормозилось, все идет в рамках той максимальной скорости, которая на сегодняшний день возможна в существующей действительности. Ну и для меня было важно, что уже в 2024 году может быть завершено строительство первого адресного проекта в Арабских Эмиратах. И Анатолий Эдуардович не раз говорил, что как минимум конкретно три контракта на адресные проекты будет подписано до конца этого года. Будем надеяться, что это сбудется, но я думаю, что если говорить про вот этот проект, и сплошь и рядом в СМИ речь идет о неком проекте первом в Арабских Эмиратах, который будет завершен уже в 2024 году, то как минимум один контракт будет заключен. Опять же покажет этот год ближайшее будущее. И сейчас очень мощно происходит подготовка, продолжается к экспо 2020. Самое главное достижение, я считаю, помимо финансового аудита, это получение полной сертификации того, что было произведено в Арабских Эмиратах. То есть струнный транспорт в Арабских Эмиратах прошел сертификацию, которая подтвердила полное соответствие нормам безопасности. Это проверка путевой структуры, это электротранспорт, электроподы, это анкерные промежуточные опоры и это, естественно, станции, то есть пассажирский вокзал. Все сертификационные работы проходили в центре Unisky Stream Technologies в Шарже. И мощнейший вообще центр выдал соответствующий сертификат. Но вначале давайте поговорим о той процедуре, которую, в принципе, абсолютно без сдвижек по срокам, всегда как часы предоставляет Unisky Stream Technologies в плане аудитов, ежегодных аудитов, то есть прозрачности деятельности по расходованию средств и по поступлению средств, возможно, от каких-то прибыли, от предпроектов, от совершения инженерных работ, научно-исследовательских работ. То есть маленький доход, но он уже существует у Unisky Stream Technologies, но он, естественно, недостаточен сейчас для того, чтобы, к примеру, выплачивать часть сейчас инвесторам. В теории можно это сделать, но тогда на развитие у компании останется меньше средств. И сейчас, повторюсь, что компания действует в условиях недофинансирования по сравнению с теми этапами, которые были намечены. Но, тем не менее, все идет по тем этапам, которые были запланированы, даже в условиях недофинансирования. Был произведен финансовый аудит, и на самом деле эта процедура также относится к процедуре подготовки по предстоящей именно логике подготовки к IPO, в том числе, потому что нужно четко показывать расходы, доходы, прибыли. Если не будет этой истории, то ни о каком IPO, конечно же, и мечтать нельзя. На заключение подготовила аудиторская консалтинговая компания BDO в Беларуси. И это одна из самых востребованных аудиторских компаний по всем рейтингам Министерства финансов Республики Беларусь. Ну и вообще на международном рынке. Вы можете все ознакомиться, это открытый документ. И вот как я и говорил, сертификация – это, пожалуй, самая важная новость, которая была получена. То есть вообще вот мы стали наблюдать также приток инвестиций именно после этой новости. То есть что-то щелкнуло в головах людей. И на самом деле это был очень сложный процесс. Представьте стартап, которого не существовало ранее вообще в реальности, сертифицирует совершенно новый транспорт по существующим нормам. То есть транспорт будущего, который существует уже в настоящем, необходимо было просертифицировать по нормам, жестким нормам в Арабских Эмиратах, нормам прошлого. И транспорт был сертифицирован. То есть транспорт будущего удовлетворил нормам прошлого. И нет никаких вопросов сейчас, что это безопасно и как-то не соответствует стандартам, которые установлены. Вы видите наверняка улыбку Анатолия Эдуардовича. И не так часто публично Анатолий Эдуардович прямо улыбается эмоционально под всей души. Это говорит, что мы действительно на правильном пути. И это очень весомое событие. Ну и вот вся команда, которая присутствовала на получении этого сертификата. В следующих вебинарах я думаю, что мы обязательно остановимся. Сейчас я не буду отвлекать ваше время на нюансах, что такое сертификат. Как он получается вообще обычными компаниями. Но это очень важный шаг, который Unisky Stream Technologies и лично Анатолий Эдуардович совершили в условиях пандемии. Повторюсь. В условиях того, что многие процессы, тем более в производстве, они остановились. Но ничего не останавливается в Unisky Stream Technologies. И более того, дипломаты из 20 стран посетили Research and Development Центр Unisky Stream Technologies в Шарже. И это тоже открытая информация. То есть, естественно, в парк Шаржи, руководителем которого является господин Хусейн Аль-Махмуди, была эта делегация. И, конечно же, они посетили один из столпов будущей мобильности. Это то, что, в принципе, можно было увидеть в Research and Development Центре в Шарже. И на самом деле это тоже проработка будущих адресных проектов. Но никогда сейчас об этом Unisky Stream Technologies открыто не будет говорить. Потому что ранее допускались ошибки. Давайте немножко вообще вспомним историю. Я хотел об этом рассказать. Потому что сейчас вот с людьми, которых я взял под личное менторство, мы сейчас стараемся очень сильно привлечь действительно крупные инвестиции. И многие нюансы, которые были забыты, прорабатываются. То есть, вообще, кто-то помнит историю стратегических потенциальных партнеров Unisky Stream Technologies? Ну, то есть, Австралия, Roadhook, Индия, Индонезия. Давайте немножко вернемся в прошлое и пробежимся. То есть, с чего все начиналось в 2014 году. В начале была выделена территория вообще в свободной экономической зоне в Шауляе. Это Литва. И там, как ни странно, была выделена эта зона возле бывшей базы НАТО. И потом, по достаточно непонятным причинам, началось раздувание и негатив к репутации Анатолия Эдуардовича Юницкого, когда уже вот-вот должны были начаться процессы по строительству. Ну, на самом деле, здесь можно спорить, можно гадать, но была такая информация, что также и конкурентные по транспортной компании входили в Литву для строительства проекта. То есть, послужила эта причина, не послужила, неизвестно. Но, тем не менее, потом даже те средства, которые были заморожены на литовских счетах, они были разморожены, причем через достаточно серьезную процедуру юридическую. То есть, в этом плане Юнискастрин-Текмологи одержали победу. Далее, таким образом, компания переместилась в Республику Беларусь. Там была получена земля на территории бывшего танкового полигона. Но почему-то, действительно, вот такие территории, наверное, в логике того, что необходимо преобразовать бывшую территорию, где происходили боевые действия, вот такую метафору хотел бы привести, именно в центр абсолютно экологичный, безопасный и формирующий новое качество жизни для людей. То есть, это некий вызов, я бы сказал, компании, она его приняла. И, действительно, сейчас в Республике Беларусь на Мариной Горке, на улице Звездный Путь, Зорный Шлях, расцвел огромный и абсолютно экологичный центр испытаний. То есть, если кто-то думает, что это просто трасса, нет, это большая лаборатория. И я могу привести сравнение, если говорить про пример Apple. Вообще, ресуршн девелопмент центры, научно-исследовательские центры, как на территории Мариной Горки, так и на территории Шаржи, это своеобразные гаражи Джобса. И такая вот метафора, где производятся первые рабочие модели, и вообще рабочие модели уже для рынка под конкретные проекты, как когда-то Джобс собирал первые модели компьютера в своем гараже. Ему было проще, потому что места требовалось меньше, команда нужна была меньше. Ну и индустрия несколько другая. То есть, это IT-индустрия. Здесь же формирование новой совершенно отрасли с абсолютного нуля, с чистого белого листа. Далее начались попытки установления именно контактов со стратегическими потенциальными партнерами. Была история в Индии, этого никто не скрывает. И вообще там была встреча, произошла Анатолия Эдуардовича с Далай-Ламой. И вот это действительно легендарное фото, когда Анатолий Эдуардович и Далай-Лама просто соприкоснулись головами. Это очень важно для нашего азиатского комьюнити, сообщества Skywalk Community для работы. То есть, это серьезная веха. Я помню видео даже, как встречали Анатолия Эдуардовича в Индии. То есть, его встречали как некого освободителя, я бы сказал. Огромное количество индусов встречало. И все бы пошло замечательно, если бы не сменяемость власти. И на самом деле здесь была допущена ошибка крамольная, которая не повторяется, не будет повторяться сейчас в будущем. И я сам озвучивал, потому что это была открытая информация. Были на публичное пространство озвучены планы по проектам. То есть, это Харам Салат, Джархант, вообще мощнейшее грузовое направление проекта на потенциальные в то время миллиарды долларов. Возможно, этот проект когда-то и реализуется. То есть, я сейчас этого не знаю. И Unisky Stream Technologies, отдел адресных проектов, никогда и не расскажет об этом. Мы узнаем уже об этом по факту. Но об этом было сказано. И буквально на следующий день, представьте, за ночь была подготовлена статья на индийском языке недоброжелательной. И лежала уже на столике у министра транспорта, с которыми были переговоры. Ну, несмотря на это, эта ситуация никак не сломила. Но потом представители власти, с которыми велись такие вот достаточно серьезные, долгие переговоры, поменялись. И нить была потеряна. Потом история в Индонезии. Я хотел бы вспомнить. И там были потенциальные партнеры, которые потом, тоже мне причины неизвестны, начали, видимо, диктовать какие-то свои условия, на которые, кстати, Анатолий Эдуардович никогда не идет. То есть Анатолий Эдуардович как стратег, как действительно жесткий топ-менеджер. И вообще, я считаю, система менеджмента некая своя у Анатолия Эдуардовича. Не поддался этим переговорам, в чем вызвал негатив у команды. И представительность команды была также в области права, юрисдикции. Связана была с финансовыми регуляторами. И быстро настроила, несмотря на то, что было полное понимание и желание реализовывать проекты в Индонезии. То есть я говорил про проекты «Умной деревни», именно связки кластера островов. Естественно, в Джакарте планировались проекты. Но была сформирована негативная репутация. И когда представители властей также сменились, то есть проблема в том, что представители властей меняются при запуске проекта и стартапа столь серьезного масштаба. И далее мы уже проблему решили частично с предупреждением финансовых регуляторов. Как раз осадки негативной репутации, результатов формирования негативной репутации, которую бывшая партнер сформировала. Но, тем не менее, проекты, именно вот что они будут реализованы к 2024 году, как это говорится про Арабские Эмираты, не были возобновлены. Но я думаю, что в будущем обязательно возобновятся. И также история Австралии, Родхук. В Австралии вообще интересная ситуация, в принципе. Потому что Родхук – это бывший министр транспорта Южной Австралии, мощнейший специалист, профессионал своего дела, сподвижник и союзник технологии Unisky Stream Technologies, лично Анатолия Эдуардовича Юницкого. В Австралии определенный момент. То есть технология должна просуществовать в районе 10 лет, то есть быть опробирован. И тем самым дорога вернула Анатолия Эдуардовича в Арабские Эмираты, потому что там все-таки несменяемая власть, королевская власть. Я неоднократно показывал, что еще до вообще краудинвестинга в 2000-х годах Анатолий Эдуардович с переводчиками ездил и представлял проекты на тот момент линейных городов. То есть это как раз-таки то, что готовится сейчас к демонстрации на Экспо. То есть представьте, что стенд линейного города будет продемонстрирован на Экспо, а реальные уже подвижные составы в действии можно будет посмотреть в Шарже недалеко, в принципе, от Экспо. То есть рождает ли это достаточно плодотворную почву для заключения потенциальных проектов или нет, каждый ответит на этот вопрос сам. И Анатолий Эдуардович посредством, ну как я называю, эффекта рикошета, то есть знакомств с одной командой, в одном некоторые люди уходили, некоторые люди себя недобросовестно показывали, но тем не менее произошел выход на господина Кусейна Аль-Махмуди. Это тоже был непростой выход, я могу сказать. И здесь нужно было доказать вообще идееспособность и целесообразность, и в том числе репутацию. Рисковал сам господин Кусейн Аль-Махмуди, приняв технологию Unisky Stream Technologies в свой парк. Но это произошло, и что замечательно, в Арабских Эмиратах несменяемая власть. То есть те процессы, которые сейчас установлены, да, действительно, они до 2024 года будут несменяемы. И лица, принимающие решения, тоже не поменяются, они будут на своих постах, и в этом плане все играет только на руку. И далее сейчас уже ведется подготовка как экспо, так и постоянная проработка с потенциальными заказчиками адресных проектов. Именно поэтому 14 сентября Олег Зарецкий, Chief Executive Officer, то есть CEO U-Sky Transport, участвовал в международном саммите по инновациям в логистике и транспорте. Я думаю, что компания, если посчитает нужным, разместит информацию, либо запись выступления Олега Зарецкого. Много интересного мы увидим, потому что Олег Зарецкий тоже говорит абсолютно обоснованную и только подтвержденную информацию, которую можно транслировать. Ну и также на данный момент уже в открытую SRTI Park, и лично господин Кусен Аль-Махмуди представляет презентации достаточно много минут, причем на протяжении всей презентации. Именно то, что касается Unisky Stream Technologies, потому что это и история, в том числе SRTI парка. То есть без Unisky Stream Technologies невозможно представить на сегодняшний день, на мой взгляд, этот парк, потому что это представляет прорыв в мобильности и вообще в усовершенствовании мировой логистики. И тут стратегия выиграл-выиграл как для арабов, так и для нас с вами, как и для лично Анатолия Эдуардовича Unisky, потому что Центр научно-исследовательских работ в Беларуси, он так и остается. И на самом деле пока что непонятно, а кто выиграет эту ленту первенства строительства высокоскоростной трассы, в какой стране она будет строиться. Либо это будет Республика Беларусь, либо это будут Арабские Эмираты. Но на самом деле вопрос пока что открыт. А для Unisky Stream Technologies это элементарно разные климатические зоны. То есть для того, чтобы продавать продукт на территории Африки, Азии, нужно было продемонстрировать подвижные составы и всю инфраструктуру, засертифицировать в условиях жаркого, в этом плане агрессивного климата. Поэтому все складывается лучшим образом. Поставьте от 1 до 10, как вам была интересна или нет история экскурса. У меня-то в голове это все, но это действительно на крупных инвесторов играет свою роль. Расскажите эту историю, что была уже серьезная проработка. Это не первый шаг Арабской Эмираты. И к тем странам, ко всем произойдет возврат обязательно. Но с какой-то страны это должно начаться. И в принципе, если говорить про историю стартапов, даже ту же самую Теслу взять не с открытыми сердцами и с желаниями огромным приобретался первый Родстер. То есть Родстер это была вообще модель для богатых. И только потом, постепенно, произошло вхождение в рынок. И, кстати, кто не знает историю вообще вот эту, Илон Маск приобрел компанию, которую создал как инженер другой человек. Вот кто-то знал об этом? Я недавно это вспомнил для себя, и для меня это было очень важным также, потому что здесь-то компания создавалась с нуля, и ее основатель, создатель четко знает, что по дорожной карте будет через 5-10 лет. Именно поэтому я сегодня буду собирать чемодан на уже 4-ю международную научно-техническую конференцию безракетной индустриализации ближнего космоса «Проблемы, идеи, проекты». Я хочу на таких событиях присутствовать всегда вживую, потому что это моя мечта действительно, помочь реализовать Анатолию Эдуардовичу Минскому всеми своими знаниями, компетенциями, мнениями команд именно этой программы. То есть покажите мне компанию, у которой дорожная карта настолько стройная. И на самом деле об этом сейчас не говорят арабские стратегические коллеги и партнеры, потому что это достаточно осторожная тема, потому что сейчас идет тренд Марса, но на самом деле я думаю, что следующий вебинар я с вашего позволения частично буду посвящать именно безракетной индустриализации космоса, а может быть отдельный вебинар проведу, посмотрим, потому что вообще так или иначе постепенно эта тематика начинает проникать в массы. И мое предположение, что буквально через несколько лет все как-то ненароком забудут про стратегию на Марсе, потому что умы уже просыпаются на самом деле. Вот я не привел сейчас слайды, но Стив Возник создает частную космическую компанию. И его задача не для того, чтобы сформировать эффект заработка, то есть взлета, падения акций, как это было с Virgin Galactic. Кстати, не очень вообще экологичная история, на мой взгляд, потому что многие неграмотные инвесторы стали входить в эту компанию, когда она была на высших точках стоимости акций. И многие потеряли свои деньги. Многие ходили, в том числе, через плечо, то есть с множественным умножением возможностей риска. Тем не менее, Ричард Брэнсон полетел в космос, Джефф Безос полетели в космос для того, чтобы максимально маркетингово подкреплять ту дорожную карту, которая имеет всего несколько пунктов. То есть вот сейчас Джефф Безос может реализовать космодом? То есть вот есть пошаговые действия, или математическая, физическая модель, как реализовать космодом? Хотя бы построить его на Земле и представить субтропические условия для проживания, самые комфортные для человека? Нет, не сможет. Это отдельная инженерная проработка. В логике Unisky Stream Technologies, вообще вот группы компаний, что мне нравится, что здесь будут последующие возможности для финансирования новых технологий. Мы, как SkyWorld Community, конечно же, с удовольствием в этом будем участвовать. Очень скоро мы сделаем спойлер и вы нашу замечательную ведущую новостей Дарью увидите в новом амплуа. Она иногда будет мелькать на платформе обучения и адаптации SkyWorld Community. И покажем вам видеодорожные карты развития SkyWorld Community, что будет после закрытия 15 этапа. Ничего не прекратится. Мы сейчас выстраиваем структуру взаимосвязи. Мы также сейчас будем выстраивать линейные отделы продаж только для того, чтобы максимально быстро закрывать финансирование продуктов, которые будут предоставлять нам возможность входа в качестве инвесторов Unisky Stream Technologies для того, чтобы приблизить максимально вот этот момент реализации космической программы. Мы верим в это и готовы лететь на всех парах для того, чтобы максимально быстро реализовать этот момент. Но могу сказать, что также, я думаю, что Unisky Stream Technologies готовит стратегию информационного представления уже этой программы, потому что об этом уже нужно говорить. Об этом нужно обязательно говорить людям, которые только-только входят в качестве инвесторов в Unisky Stream Technologies через SkyWorld Community. Кто-то может через образовательные компетенции придет, и много будет возможностей различных. То есть вообще логика роста платформы обучения и адаптации – это преобразование в некий образовательный маркетплейс с четкой жесткой методологией создания образовательных продуктов. И бесполезных курсов не будет. За этим мы очень сильно проследим. Потому что много желающих, на самом деле, размещать курсы внутри платформы, но многим и отказ приходит уже сейчас. Потому что это либо бесполезные курсы, либо не совсем экологичные курсы, либо не совсем необходимые для партнеров и вообще предпринимателей в целом. И посмотрите, вот SkyWay – это презентация SRTI, новая и невозможно представить на самом деле научно-исследовательский парк Шаржи без технологии Unisky Stream Technologies. Поэтому действительно, возможно, пророчеством являются слова Анатолия Эдуардовича, когда он сказал, что мы создаем самый крупный бизнес на Земле за всю историю человечества. Все, что не смогли вместе сделать Форс, Сефинсон и Боин. Поживем, увидим, но и будем искренне надеяться, что эти слова разбудутся и окажутся правдивым пророчеством. Ну, на следующих вебинарах я немножко остановлюсь. Также, если не забуду, на стиль управления многих тех прорывных основателей, топ-менеджеров, компаний, которые вначале все это проектировали в голове, затем на бумаге, и все это сбылось. Поэтому, что я могу сказать? Мы создаем будущее и финансируем его в SkyWall Community. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Сейчас буквально на один-два вопроса я с удовольствием отвечу. Также YouTube посмотрю. Тролли могут задавать вопросы. Друзья, какие вопросы? Так, я пока смотрю YouTube. Коллеги с YouTube, если хотите задать вопрос, продублируйте, пожалуйста, в чат. Как я понимаю, в Мирополисе нет вопросов. Если так долго один подвижной состав сертифицировался, то сколько будет сертифицировать тот же Unicont? А сертификация уже идет параллельно. И все делается для того, чтобы следовать дорожной карте развития адресных проектов. Поэтому многие процессы запараллелены. И стоит понимать, что сейчас анкерные опоры, путевая структура сертифицированы. Как только будет путевая структура установлена на тяжелую трассу, и вы неоднократно слышали, что готовятся уже новые модели на территории Республики Беларусь для того, чтобы привезти их в шаржу для испытания уже на грузовой трассе, то сертификация уже будет на завершающих этапах, так скажем. Поэтому никаких затормаживаний в этом плане не должно быть. Еще вопрос в YouTube. Коллеги, повторюсь, пожалуйста, продублируйте, если вы хотите, чтобы я на ваш вопрос ответил. В YouTube. Ох, как много у нас сегодня троллей было в YouTube. Ну, значит, правильные вещи по трансформации SkyWorld Community делаем. Вопрос один. Когда я смогу продать свои акции? Уже седьмой год пошел. Да, действительно, уже седьмой год пошел. И вот я неспроста рассказал историю стратегического партнерства, потенциальных стратегических партнеров для того, чтобы у людей возникло понимание, а что отбрасывало назад. И неспроста сказал про кризис именно в сфере подрядчиков, поставщиков, в условиях пандемии. Вообще, вот в условиях пандемии подобный стартапа, мог ли он вообще развиваться? Но, несмотря на это, все развивается. Да, что-то отбрасывает назад. Но я верю и вижу, что мы обязательно дойдем до победного завершения и закрытия возможности входа в корневую, так называемую, технологию и финансирование 15 этапов. Когда это произойдет? Я никогда на своих ресурсах, на вебинарах говорить не буду. Но со своей стороны я делаю максимум инструментов для того, чтобы этот период максимально приблизить. И когда мы с вами станем профессионалами, как продаж, так и экспертами, за которыми захочется тянуться, и у нас человек 100 таких людей, которые сделали сверхрезультаты, о которых я говорил в начале вебинара, представляя, кстати, бесплатную возможность, напомню, входа на мастер-класс, завтра, который пройдет в 16.00, мы на раз-два закроем финансирование. И именно для этого, для подстраховки, надежды только, что придут крупные инвесторы, инвестируют в вьетнамцы, мы и делаем подобные вещи. Ну и повторюсь, потому что Skyworld Community в качестве крупнейшей финансово-социальной сети, платформы и фонда собирается работать долгие-долгие годы. Дивиденды будут получаться только при выходе компании на публичный рынок. Напомню, что компания совершила несколько обратных выкупов, и при поступлении достаточной прибыли от предпроектов, либо каких-то иных инженерных работ, компания в будущем может совершить и третий, и четвертый обратный выкуп. Тем самым, те люди, которые желают продать свои активы до выхода на публичный рынок, либо на другие средства капитализации, как, например, security token offering, STO в блокчейн-индустрии, именно в условиях жесткой регуляции, ну, при обратном выкупе можно будет реализовать. То есть, опять же, от меня, из моих ресурсов, я не тот спикер, который будет вас кормить завтраками, какими-то безосновательными. Мне хотелось бы всегда говорить то, за что я смогу ответить даже перед большой аудиторией. Ну, например, делаем, говорил я раньше, что мы будем делать внутренний корпоративный университет. Мы делаем, и мы достигнем огромных результатов в этой области в увеличении потока финансирования. Как я лично могу повлиять на ускорение именно капитализации компании, тут я бы сказал, что мы все с вами лично можем только повлиять. И в завершение я хотел бы, кстати, привести такой пример. Я его записал в качестве аналогии. Может быть, он покажется кому-то жестким. Но вообще, вот по поводу дивидендов. Как-то я встретил пример, сейчас различные вещи прохожу, именно по изучению психологии сверхуспешных людей. И, кстати, я четко вижу грани характеристики Иван Толи Эдуардовича именно сверхуспешных людей. Так же, как Ричард Брэнсон, Джефф Безос и Форд. То есть, вот их всех что-то объединяет. Несломляемость в том числе. То есть, быстрое восстановление после кризиса. И вот историю с дивидендами я могу сравнить с... Если сравнить с военным временем, то, когда во время Второй мировой войны все объединялись идеологически для достижения одного результата, победы. То есть, все абсолютно желали сквозь лишения, преграды достичь эту победу. И все делали для этого. Вот если у нас возникнет такое рвение, и хотя бы вот это будет выражено на тех ресурсах, которые мы создаем, инструменты. Если у нас высшая лига пополнится на сотни человек, как минимум те, которые вырастут, а лучше на тысячи, то мы этой победы очень быстро достигнем. И на самом деле наша с вами ответственность каждого приблизить момент получения дивидендов. Напишите, пожалуйста, плюсики, поставьте, как вам отозвалась метафора с военным временем. Я считаю, что что-то похожее у нас сейчас есть. Да, конечно, запись конференции будет. Я имею в виду свой вебинар. А те, кто говорит про конференцию по безракетному освоению космоса, индустриализации, там те, кто записался. То есть я не раз давал форму для записи, вам должна была прийти ссылка вообще на трансляцию в YouTube. Благодарю за внимание, дорогие друзья. До скорых встреч уже через две недели, традиционно, 29 сентября. Всем счастливо. С вами Алексей Сходов. Спасибо.